Музыка Около полутора тысяч человек, председатели и вице-председатели районов, местных советников, представителей гражданского конгресса, прибыли сегодня в Кишинев, чтобы встретиться с премьер-министром страны Юрием Лянко, председателем парламента Игорем Корманом, а также главой государства Николаем Тимофти. В Кишинев делегаты из 32 районов страны приехали с единственной целью – потребовать незамедлительной отставки правительства, распуска парламента и организации досрочных парламентских выборов. Собравшись у резиденции президента, участники протестной акции скандировали «Долой Тимофти! Тимофти в отставку!». Демиссия! 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 Депутаты от оппозиции заранее подготовили прошение об отставке Тимофти, подписанием которого, так называемый президент, поставил бы точку на своем позорном пребывании в должности главы государства. Он не только никогда не реагировал на акты предательства страны, распродажи госимущества, уничтожение демократии правового государства, но и стал соучастником преступлений против государства. В этих условиях дальнейшее пребывание господина Тимофти в должности главы государства является преступлением против собственного народа. Текст прошения об отставке в присутствии полутора тысяч районных делегатов зачитал депутат парламента Артур Решетников. Парламенту Республики Молдова прошение об отставке. В соответствии со статьей 90 Конституции Республики прошу принять мою отставку с должности президента Республики Молдова. Президент Молдовы Николай Тимофти. После инициативная группа депутатов направилась в резиденцию, чтобы лично вручить президенту прошение об его собственной отставке. На входе делегацию попытались остановить подчиненный Тимофти и госохрана, но в итоге депутатов в здание пустили. Пока не выясняли, где находится президент, лозунги об отставке звучали все настойчивее. Афары! 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 Жалимовы! 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 Прятаться от народа, не важно где, главное, чтобы надежнее было. Для президента Тимофти дело привычное, заметили депутаты. Тимофти, он где-то спрятался. Видимо, в одном из таких заведений, которое ему очень срочно понадобилось, наши коллеги передали, кроме проекта решения, еще большой рулон туалетной бумаги. Мы надеемся, что до завтрашнего дня этого рулона хватит господину Тимофти. Тимофти, а сейчас идет процедура официального приема документов, с которыми пошли наши уважаемые коллеги депутаты парламента. Тимофти, Лазунгой! Молдова есть губой! Тимофти, Лазунгой! Молдова есть губой! От вашего имени и всех представителей Молдовы мы зарегистрировали прошение об отставке, чтобы он не сказал, что не получил его, и приглашение от всех нас в 11.30 явиться на площадь. Позор, Тимофти! Все! Бенту Тимофти! Час, Тимофти! Час, Тимофти! Вчера мы сделали официальное заявление от партии и пригласили на эту встречу представителей Европейского Союза, делегации Европейского Союза, чтобы они увидели и услышали, что думает народ, что думают представители, избранники народа на встрече с Тимофти. К сожалению, сегодня мы не видим ни одного представителя Европейского Союза. В этой связи они еще раз доказали, что они заодно с этой властью, что они единое целое с этой властью, что они являются соучастниками всех тех преступлений, которые совершались на протяжении последних четырех лет в Республике Молдовы этой так называемой проевропейской властью. От резиденции, которую накануне протестной акции спешно покинул президент, делегаты из районов отправились к зданию правительства. Те примары, которые пытаются выжить в условиях строжайшей бюджетной экономии, кому государство давно не выплачивает ни бана на поддержку сел, кто воочию видит, как изо дня в день нищает народ, как гибнет сельское хозяйство, многое могли бы высказать премьер-министру. Но власть не слышит людей, она живет своими интересами. Молдова объявляет вотум недостатки. Вместе с тем мы с вами подготовили проект прошения об отставке, который облегчит господину Лянко задачу, что касается его отставки. Под громкие лозунги «Долой правительство!» депутаты вошли в здание исполнительного органа, чтобы потребовать его отставки. Молдова принадлежит народу, и ни Лянко, ни Тимофти не вправе решать его судьбу. Но европейские прислужники продолжают играть с чужими жизнями. И все ради заветной власти, заявили участники манифестации. Никогда в республике Молдова за три года не погибало в армии девять молодых ребят. Лянко боится не только народа. Он не доверяет даже тем 50 с лишним депутатам, которые его выбрали. Он даже им не показал текст того соглашения, которое будет или неизвестно еще будет ли, подписано через неделю. Я сегодня от имени сорок пришла сказать жесткую верну. Жесткую верну! Жесткую верну! Жесткую верну! В основе истинной европейской демократии главенствуют мнения и воля народа. Коалиционные же власти пытаются навязать в Молдове свое понятие свободы, заявил политолог Алексей Тулбуре. На ренемик, а часто путили куилопа! Не имеет ничего общего эта власть с Европой, демократическими ценностями, интересами народа. Они трусы. Это первое в истории Молдовы правительство, восемь членов которого фигурируют в уголовных делах. Люди добрые, где такое видано? Они воруют не только государственную собственность, они воруют друг у друга, у людей, у предпринимателей. Они всех грабят. Это смысл существования этого правительства. Систенция, честный гуриер! Жесткую верну! Жесткую верну! Требования манифестантов премьер-министр не услышал. Он, как и президент Тимофти, заблаговременно ретировался из рабочего кабинета. Мы проинформировали подчиненных, пока еще премьер-министра Лянко, о том, что народ ждет его завтра на площади Великого национального собрания в 11.30, чтобы он выступил перед народом и доказал, что не боится его. Отставка правительства и распуск парламента в цели объявленного ПКРН на 23 ноября похода на Кишинев. Завтра в 11.00 в Кишиневе на площади Великого национального собрания граждане Молдовы выступят единой силой против разрушительной политики нынешней власти. Во имя спасения молдавского народа и сохранения целостности и суверенитета государства. Молдова! Молдова! Молдова!